Здравствуйте. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Внукина Ирина Енадьевна, учитель начальных классов Алнирской основной школы, Сухиньческий район, Калужская область. Надеюсь, слышно. Да, слышно вас очень хорошо. Давайте поговорим про ваш опыт. Что у вас происходило в плане мультимедиа, интеракции, дистанционки в последние месяцы, которые для нас это все сделало особенно актуальным? У меня проект небольшой, детский, который помогает ребятам учиться понимать текст, выразительно читать. И он у нас вылился в такой достаточно большой проект для нашей маленькой школы. Проект для дошкольной группы, школьники-дошколятам. Ну и хочу рассказать о том, что же это за проект. Началось все у нас с желания показать малышам, тык-тык-тык, ага, животные Калужской области. И мы подумали, как сделать так, чтобы малышам было интересно. Но вы знаете, что у нас сейчас мультимедийное поколение растет, наверное, с пеленок. И интерес был для ребят не только привить любовь к животным, вообще к любовь к природе, но и показать, что это может быть интересно и занимательно. Вот в таком виде, тык-тык-тык-тык-тык, пытаюсь показать. Видно-видно, QR-коды. Да, QR-кодами мы давно уже занимались. И вот решили применить их в таком вот необычном формате. Здесь для дошкольников можно рассмотреть само изображение животного, посмотреть видео о нем, прочитать какую-то информацию и послушать то, о чем говорят наши школьники. То есть они записывали такое аудиосопровождение. Это вот коротко о том, что у нас было в начале, в самом. После этого мне попался опыт белорусской учительницы Инги Тихновицкой. Это интерактивные читательские дневники. Я их преобразовала в другую модель. Модель это... Пытаюсь куда-куда... В другую сторону. Еще чуть-чуть. Есть, да. Есть. Итак, это 3D-книга. Причем вот эти все фигурки дети делали самостоятельно. Но фишка в том... Так, опять. В другую сторону. Так, чуть-чуть, чуть-чуть. Еще, еще, еще. Есть. Да, вижу. Есть. Фишка в чем, что каждый ребенок делал к определенному своему отрывочку, делал выразительное чтение, снимали видео, делали. Еще мы... Игру в Лернинг Сапс. Так, видно, хорошо. Следующий проект небольшой с ребятами. Это следующая книга. Еще чуть-чуть, в другую сторону. Еще чуть-чуть, еще чуть-чуть. Так, вижу медведя. Да, еще чуть-чуть в сторону. Отлично, да. Прекрасно. Здесь у нас тоже. Раскрывающийся... В другую сторону, чуть-чуть еще. Отлично. Раскрывающийся медведь, и тоже с QR-кодом. Так. Ребята сами подобрали произведение о медведе. Сделали фигурку, пупап, и погрузили ее в тот сюжет, который соответствует вот этому произведению. Кто-то у нас просто голосовое сообщение и кодировал его. Кто-то даже снял какое-то небольшое видео. И тоже кодировал. В конце мы решили придумать и сделать... Так. Вижу конвертик. Ага. В конверте у нас находятся пазлы. Раскрывают тоже связанные с медведем. А ниже находятся QR-коды на игры. Тоже игры сделаны детьми в том же приложении Learning Hubs. Это приложение я часто использую для того, чтобы разнообразить обучение и сделать интересным то, что неинтересно на уроках. Ну, конечно, не только это приложение используются мной, так же и другие. Но вот по вот этим проектам, пожалуй, все. А то, что касается дистанционки, я для себя открыла замеченный конструктор, в котором я проработала всю дистанционку совершенно спокойно, без каких бы то ни было. трудностей со стороны моей, со стороны родителей, со стороны детей. Этот конструктор, наш российский, Антон Сажин, его сделал вместе со своей командой. Замечательная вещь. Я хочу прислать ссылку в вопросы и ответы, пожалуйста, чтобы наша аудитория тоже могла увидеть тот инструмент, которым вы пользуетесь. Можно не прямо сейчас, после того, как мы с вами закончим разговор. Я вас просто прошу не забыть и прислать в вопросы и ответы ссылку. Хорошо, пришлю, потому что это действительно замечательный конструктор, с которым можно создавать и уроки, и курсы, и рабочие листы контрольной работы и так далее. То есть набор инструментов полный. Тем более, что это бесплатная программа для учителей. Поддержана еще и рабочим фондом. Кстати, участвовала в конкурсе, не победила, но в десятку вошла. Лучших уроков для начальника. Вы рассказываете, я тут подсмотрел, что Алнеры ведь не очень большой населенный пункт. Сколько населения? Население у нас около 300 человек. То есть, когда мы говорим о детях, сколько у вас учеников? В школе у нас 39 учеников. Всего. А какого возраста? Вот участники ваших проектов? Первого поднялся класса. Участники начальной класса. А в абсолютных величинах в возрасте это сколько лет? 10 лет самое большое, с 7 до 10. Мои дети. Я имею в виду начальные классы. Объясните мне, пожалуйста. Я вот пытаюсь это спросить вежливо, но меня очень волнует этот вопрос. Где вы черпаете силы, энергию и вдохновение? Вы сидите в небольшой деревне. Да еще и в условиях изоляции. У вас 39 учеников. Зачем вам это? Блин, ну это классно. Я люблю это все. Можете объяснить чуть подробнее? Что вы с этого получаете? Что классно? Я получаю удовольствие от своей работы. Я получаю обрет от детей своих, потому что они у меня везде и всюду. Мы участники и победители районных, областных, всероссийских, международных конкурсов. Вы знаете, это горит душу, что я могу детям дать такую возможность в такой маленькой школе. А вот с другой стороны, один из выводов вот этой коронавирусной эпопеи в том, что границы оказались более или менее условные. У вас нет идей масштабировать ваш опыт за пределы населенного пункта и, может быть, сопровождать мультимедийные странствия других педагогов? Есть, конечно, такие мысли. Для детей у меня есть, именно для взрослых, для детей у меня есть сетевой проект, который я в этом году подготовила. И он участвовал в международном марафоне Купаловские проекты. Он будет запущен в январе 2021 года. А для детей и родителей у меня есть тоже сейчас пока задумочки, но я иду медленно, но верно к ним. А для коллег? У меня запрос был. А для коллег? Ну, я транслирую свой опыт мастер-классами, которые у меня есть, но пока на районном уровне. А на более широкий круг выступления, на конференциях я принимаю участие. Вас, но и в других конференциях показывают то, что я могу. Ирина, вот смотрите, у нас сейчас идет голосование по вопросу о том, для кого дистанционное обучение подходит больше, для кого меньше. Для подростков, для взрослых, для младших школьников, для дошколят, для пенсионеров. Как вы считаете, кому формат дистанционного обучения подходит лучше всего? А здесь нет ограничений в возрасте, главное желание. Ну, вот сейчас, оказавшись на удаленке, вы, я так понимаю, не останавливали учебный процесс, даже во время самоизоляции, и продолжали работать с вашими учениками. Да. Вы использовали только тот конструктор, который упомянули, и ссылку на который мы от вас ждем? Нет, я использовала и платформу учиру, также Яндекс.Класс был мой использован, Гугл.Класс использовался, затем платформа Лекта, и были интерактивные тетради, но в итоге они сошлись во мнении, я с родителями со своими всегда советуюсь, потому что у меня такой хороший наработанный коллектив родительский, с которым мы решаем вот такие проблемы, когда у нас, ну, тем более, это проблема была для всех, и для родителей, и для детей, стрессовой ситуации, в том числе и для учителя, хотя мы уже владели теми инструментами, которые я использовала. И мы пришли к выводу, что для нас будет самым оптимальным это уроки в ГОР и встречи в ЗУМ. А скажите, пожалуйста, сколько в среднем детей на семью в вашем населенном пункте? От одного до трех. А как решают вопрос доступа к оборудованию те, у кого трое детей учатся одновременно? У нас школа выдавала ноутбуки. Слушайте, я начинаю хотеть в деревню Альнеры, да, то есть такой уровень сознательного отношения к образовательному процессу встречается очень редко. Вам можно позавидовать белой завистью. То есть каждый учащий был обеспечен оборудованием. Если нет дома смартфона или чего-то, то есть у нас предоставлялись, мы сразу же оповещены о том, что если у вас нет возможности для выхода в интернет, то школа предоставляет. Я лично своим ученикам предоставляла такую возможность. Кто-то взял, кто-то отказался. А вся деревня подключена к интернету на достаточной скорости для того, чтобы иметь возможность активно участвовать в образовательном процессе? Не все населённые, потому что у нас не один населённый пункт. У меня дети, допустим, из нескольких населённых пунктов. У меня есть дети из самих Алмир, соседнее Лёвково, недалеко. Вот, кстати, там проблемы были у нас первое время, но потом оно решилось. Затем у меня другое сельское поселение, это деревня Верховая. И также у меня дети есть из Сухини, через город и с районного центра. Я подозреваю, что вам пытаются попасть всеми правдами и неправдами. И понимаю, почему. Но то, что мне было важно узнать, что вы смогли каким-то образом преодолеть технологический барьер. Не только психологический барьер учащихся и родителей, но ещё и чисто технологические проблемы смогли решить. На первое время, когда у нас вот только начиналась работа в Зуме, у нас были проблемы с подключениями. И я лично ездила по родителям, по детям, налаживала связь, и всё, потом у нас эта проблема отпала. Супер! Спасибо большое за ваш по-настоящему вдохновляющий рассказ. Сейчас меня трудно удивить техническими чудесами, но то, что вы рассказали, это ситуация, которая повергает в позитивный шок, а его по нашим временам очень не хватает. Так что вы снабдили нас настоящим и ценным дефицитом. Спасибо большое. Давайте посмотрим, что у нас тем временем происходит в голосовании. Пока я, к сожалению, не могу несколько опций выбрать. Или могу сейчас проверить? Сейчас проголосую. Дистанционка лучше всего подходит для подростков. Ещё 43% считают, что для взрослых. И у 14% особое мнение. Те, у кого особое мнение, ещё раз призываю вас, пожалуйста, появляйтесь у нас в эфире. Вы видите, что люди до нас дозваниваются, рассказывают свои истории. Совершенно потрясающие истории. Особенно мы услышали только сейчас от ильяной учителя начальных классового языка и литературы из деревни Альнеры Кавушской области. Это очень вдохновляющий пример, который, на самом деле, показывает, что, во-первых, есть у кого ответа. Это к вопросу появляется у нас время от времени в чате. И, во-вторых, что никаких оправданий быть не может. Значит, это голосование. Для кого дистанционное обучение подходит больше? Для подростков, для взрослых, для младших школьников, для дошколят, для пенсионеров. Значит, если у вас особое мнение, пожалуйста, звоните нам и делитесь этим особым мнением. Я могу сказать, что результаты наших исследований 2012 года, которые сейчас получили подтверждение в ходе ситуации с коронавирусом и локдауном, самоизоляцией. Чем старше человек, чем ему важнее получить конкретную информацию, тем дистанционка более оправдана. Потому что для младших школьников установка на личность учителя, возможность контакта с учителем очень важна. Поэтому в младшей школе дистанционка – это сомнительная инициатива, хотя при прочих равных, если других вариантов нет, то это лучше, чем ничего. И опять-таки важно, что если у класса есть контакт с учителем, был контакт с учителем до локдауна, то во время локдауна все интерактивные технологии, включая Zoom, дают возможность этот контакт поддерживать. Это... А у нас есть...